Здравствуйте, меня зовут Роберт Киосаки. Я автор книги «Богатый папа, бедный папа» и «Настольный игры. Денежный поток». Хочу поблагодарить вас за проявленный интерес к моей игре. Меня спрашивают, для чего я создал эту настольную игру. Я создал ее просто потому, что хотел найти способ обучения людей одинаково важным уроком финансовой грамотности и финансовой сообразительности, которым меня обучил мой богатый папа. Мне нужно было найти способ сжать материал, сделать его кратким, веселым, вместить почти 30 лет обучения в одну настольную игру. Позвольте объяснить, какие важные уроки вы можете извлечь из созданной игры. Урок номер один. Это урок о том, как быть инвестором. Сейчас всем нам нужно знать, как правильно инвестировать, особенно в современных условиях с малонадежными боевыми фондами в условиях колебания курса акций. Всем нам нужно знать, как стать инвесторами. Играя в эту игру, вы научитесь тому, что умеют очень немногие люди. Вы узнаете о четырех основных уровнях инвестирования. Уровень номер один. Это мелкая сделка. С нее должны начинать большинство людей. Уровень два. Это большие сделки. Вы получаете больше денег и становитесь более продвинутым инвестором. Как в реальной жизни, так и на поле игры вам следует перейти на уровень два. Крупные сделки. Третий уровень. Уровень богатых инвесторов. Он называется скоростная дорожка. Очень немногие могут себе позволить инвестировать на скоростной дорожке. Нужно быть миллионером. Четвертый уровень. Это игра Денежный поток 202, которая использует то же самое поле для игры. Денежный поток 202. Это то, что опытные инвесторы называют техническая торговля. Как использовать страхование во время инвестирования. Как делать деньги, когда рынок растет или падает. Это четыре основных урока об инвестировании, которые вы изучите, играя в мою игру. Четыре урока о существовании, которых большинство людей даже не подозревает. Четыре урока о существовании, которых большинство людей никогда не слышало. И играя в эту игру, вы поймете, как быть инвестором. Как общаться с большим миром инвестирования. Это один из основных моментов, которые вы вынесете из игры. Второе, чему вы научитесь, это вы поймете, как использовать отчет о прибыли и бухгалтерский баланс. Другими словами, вы узнаете о том, что знают бухгалтера. Вот это отчет о прибыли и это бухгалтерский баланс. Мой богатый папа говорил, если ты хочешь преуспеть в мире бизнеса, ты должен быть финансово грамотным. И финансовая грамотность начинается прямо здесь. Мой богатый папа также говорил, что его банкир никогда не просил его показать свой дневник. Он никогда не спрашивал, какие у него оценки и в какую школу он ходит. Это реальный мир. Когда ты окончил школу, единственное, о чем тебя спросит банкир, это твой финансовый отчет. Итак, два важных урока, которые вы получите из этой игры. Первый. О четырех уровнях инвестирования. И второй. Уровни бухгалтерского учета. Глубоко проанализировав рынок акций, вы поймете, что многие люди, многие аналитики дают неверные финансовые советы. Потому что аналитики не разбираются в финансовых отчетах. Они не видят, где на самом деле большие компании мошенничают и обманывают инвестиционную общественность. Поэтому я включил на настольную игру «Денежный поток» два основных урока. Первый. Четыре уровня инвестирования. И второй. Важность финансовой грамотности. Денежный поток. Единственная игра, которая даст вам эти два урока в одной игре. В этом сила игры. Мне важно, чтобы вы это поняли. Важность финансовой грамотности.